Всем привет, вы на канале CryptoCommons, и это будет короткое видео, посвященное Лайткоину и его сегодняшнему эпическому памп и дампу. Давайте попробуем разобраться, что же произошло, хотя вы, наверное, и сами уже знаете. Лайткоин улетел в моменте на 30 с чем-то процентов, буквально за одну 30-минутную свечку. На самом деле это было даже быстрее, если мы посмотрим 15-ти минутки. Вот, ну да, за пару 15-ти минуток он улетел и буквально через полчаса вернулся туда же обратно, где и был. Охренеть, скажете вы, памп и дамп схема. С чем это связано? Ну вы, наверное, видели, что прошли сначала новости о том, что Walmart объявил о сотрудничестве с Лайткоин Фаундейшн и будет принимать к оплате Лайткоины. Полный трэш на самом деле, потому что создатель Чарли Ли и твиттер Лайткоин Фаундейшн писали эту инфу, что все действительно так. Так, официально, бла-бла-бла. После чего, естественно, мы видели вот тут наверху апдейт в том, что Walmart ничего не знал об этом пресс-релизе, а проверк всю эту фигню. И сайт вообще оказался какой-то левый, зарегистрированный чуть ли не за пару дней до этой новости. Короче, как всегда, классическая памп и дамп схема. Люди повлетали на хаях. Сначала им вбрасывали вот такую вот фигню, что смотрите, курс Лайткоина улетел больше, чем на 35% to the moon. И потом оказалось, что это все фейк-ньюс, разводняк на лоха. И мы увидели вот эту историю. В том числе, как вот потом проскочило, что якобы магазин Walmart поджег один из чуваков, который потерял 55 тысяч долларов на этой спекуляции, залетевший по хаям. Ну, кстати, похоже на Photoshop больше. Что вы скажете? Напишите в комментариях, Photoshop это или нет. Короче, это явно спланированная акция. Вон, Twitter весь трубит об этом. И обвиняют Чарли Ли в том, что это он сделал памп и дамп схему, чтобы окешиться об инвесторов. Но на самом деле, я вам хочу сказать, ребят, что это все в краткосрочный момент. Вытряхивание хомяков. У меня набран лонг по лайткоину. У меня на него долгосрочные виды. И у меня и на полониксе есть лонг по лайткоину. И на Binance, и на споте я добираю. Потому что хочу вам показать технический срез этой монеты в долгосроке. Да, мы видим вот такие вот штуки. Но это же нам и показывает, что стакан пустой, и пампить очень легко на пустом стакане. А так, если мы отдалимся хотя бы на 4-х часовик, то мы увидим с вами, что у нас тут все в зеленых точках, уже давно в диверах. И money flow, и все индикаторы кричат. И вот у нас объем зеленый зашел все-таки. Все кричит о том, что пора бы уже этой монете наверх. И мое личное мнение, что нифига, это не памп и дамп схема. То есть это, конечно, был памп и дамп. Но посмотрите на дневном таймфрейме. Вполне себе нормальная зеленая свеча. И даже тут и памп и дамп это не видно. Тут вон были повыше памп и дамп весной этого года. Поэтому на самом деле мы что можем здесь видеть с вами, если отбросить всю эту суету? Что лайткоин находится в развороте тренда. Можно сказать, у истоков тренда. Смотрите, за этот год у нас лайткоин с вами, в отличие, кстати, от Dash, от Zcash, от многих монет, он переписал all-time high. Он уже переписывал all-time high весной. И скорректировался, и сейчас близится к его ретесту. Но это лайткоин к доллару. А лайткоин к биткоину, ребята, все еще находится в зоне накопления. Вот я сегодня рисовал уровни. Уровни к биткоину. Вот предыдущее сопротивление. Оно же, кстати, было и поддержкой. Вот здесь вот тоже очень сильно, если вы посмотрите. И вот еще один уровень предыдущей поддержки. Вот здесь, как вариант, тоже следующий этаж. Вот здесь поддержка. Грубо говоря, это уровни 2XI и 3XI оттуда, где мы сейчас. То есть типа 800 тысяч сатоши и 1,2 млн. Поэтому давайте проявлять спокойствие, терпение, не впадать в эти FOMO новости, не дать себя вытряхнуть. Потому что глобально нам пофигу на всю эту шумиху. Посмотрите, вот мы в накоплении. Мы из него выходим потихонечку. Вот мы очень долго были в этом накоплении, из которого мы сейчас собираемся выпрыгнуть. И, конечно же, всех будут высаживать из ракеты. Вы что думаете? Здесь вот хомяков загнали в лонг. Они тут купили. Быстренько их побрили. Не дать же всем в лонге стоять. Прикиньте, сколько бы тут народу в лонге стояло. Сейчас я лучше на трейдинг-ю покажу. Да, на этой свечке все встали в лонг. Их жестко выстригли. Они же все стопы поставили в безубыток себе, или в легкий лосс. Их всех выстригли. И вот теперь-то можно и наверх. Я не говорю, что прямо сейчас, прямо в сию секунду. Но там в течение недель, двух, там месяца, двух. Вполне себе. Лайткоин к эфиру, опять же, посмотрите, какой прострел дал. Тоже эфир сейчас перекачанный потихонечку. Будут куда-то сейвить, фиксить. Кто в тезер, кто в биток, а кто в лайток. Поэтому, ребят, не финансовый сайт дисклеймер. Я лонгую лайтки везде, где только могу. Аккумулирую их на спот. Потому что монета хорошая. Ну, наряду с остальными, естественно. То есть, не надо прыгивать на всю котлету только в лайток. Но мое мнение, что все будет прекрасно. И это нам просто показали объем. Может быть, кстати, это какой-то крупный дядя закрыл шорт по рынку. Потому что, вы же понимаете, что такое закрыть большой крупный шорт по рынку, да? Это нажать на кнопку buy и выкупить весь стакан, который там пустой. Поэтому сейчас может начаться каскад закрытий шортов тех, кто давно шортит лайткоин. И, соответственно, каскад ликвидации остальных шортов, кто их не закроет. То есть, любой bullrun – это что такое? Это вот такая вот история, когда шорты закрываются. Это покупки. Покупатели покупают, это тоже покупки. И принудительные ликвидации других шортов, кто не успел, это тоже покупки. Таким образом, у нас только покупки на рынке и нет продавца. Так что, будьте к этому готовы, тоже дисклеймер, конечно. Но вообще, мне нравится вот этот ковш большой медведицы, я это называю, который он нарисовал. И это, конечно, наверх. Это наверх. Дисклеймер, не финансовый совет. Ну и остальное, крипторынок отыграл похожим образом. Поэтому, я думаю, там тоже сейчас максимум еще одна медвежья ловушка. И полетим новые хайи обновлять по стопудовым монетам. Так что, дисклеймер, не финансовый совет. С вами был Гриня. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если вам нравится криптоконтент. И скоро увидимся.